Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Алексей Васильевич Солдатенко, член-корреспондент РАН, профессор РАН, доктор сельскохозяйственных наук, руководитель Федерального научного центра овощеводства. Здравствуйте, Алексей Васильевич! Здравствуйте, Маша! Рады снова видеть вас в нашей студии. А повод самый значительный. Вековой юбилей позади совсем недавно отметили широко, несмотря на пандемию, несмотря на то, что планировалось проведение этого мероприятия еще весной, но тем не менее вы рискнули, и все состоялось, и прошло просто блестяще. Да, спасибо. Действительно, этот год знаковый для Федерального научного центра овощеводства, 100-летие, это бывает не так часто, поэтому мы готовились давно, практически 3,5 года, как я находился во главе учреждения, мы готовились к этому событию. И, к сожалению, пандемия внесла коррективы, мы планировали с марта этого года начать праздничные мероприятия, но, к сожалению, пришлось подкорректировать свои планы, но запланированная на сентябрь конференция международная состоялась успешно, и я доволен, что мы ее провели. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, посмотреть, кто приехал в гости и как все проходило. Елена Козырь, как и ее коллеги, рабочие будни проводит в лаборатории. Чтобы написать диссертацию, придется провести не один десяток тестов и обработать очень много информации. В Федеральном научном центре для этого есть все условия. Новое оборудование позволяет существенно сократить привычные процессы. Сейчас, благодаря новому оборудованию, мы можем конкурировать со всем миром, по открытиям, по технике, которые... Даже раньше, допустим, мы что-то получали, не могли красиво сфотографировать, и публикации наши, конечно, очень на фоне зарубежных, могли выглядеть не так здорово. Сейчас у нас есть это оборудование, и поэтому у нас есть возможность идти в ногу со временем, пережать, возможно, даже. С молодыми учеными встретились и гости Федерального центра. Министр науки и высшего образования даже принял участие в эксперименте. Можете дать название, мы назовем так. Это будет в дальнейшем использоваться как линия для селекционного процесса. Валерий Фальков предложил назвать селекционную линию именем первого директора Грибовской станции профессора Жигалова. Его бюст установлен у центрального входа института. В этот день почтить память создателя будущего федерального центра приехали гости из разных уголков нашей страны. Это федеральный научный центр овощеводства Российской Федерации. Это гордость нашей России, это гордость Академии наук. Поэтому хочется пожелать процветания, чтобы держали марку, и мы будем дальше гордиться и помогать. А гордиться действительно есть чем. Более полутора тысяч сортов и гибридов овощных, пряновкусовых, цветочных и бахчевых культур были созданы селекционерами за эти годы. В последней культуре особое внимание. Быковская бахчевая селекционная опытная станция славится своими сортами. Мы охватываем любые регионы, потому что у нас разные сорта. И ранние, и поздние, и средние. То есть наши сорта выращиваются и в Челябинской области за Уралом, и в Белоруссии, и даже в Московской области. Вот сегодня сказали, что 5-ггромовые спокойно в теплицах вырастили. Ну и естественно весь южно-федеральный опыт. Сегодня в состав федерального центра входит сразу 8 филиалов. Все они представили свою продукцию на научно-практической конференции. К столетию федерального научного центра в кузнице семеноводства открылся музей. Здесь можно узнать все об истории развития овощеводства. Чтобы глубже погрузиться в историю развития овощеводства страны, обязательно посетите музей. Здесь можно увидеть приспособления, которыми в начале прошлого столетия обрабатывали почву и получали первые сорта овощных культур. Кстати, семена здесь тоже представлены. А еще огромное количество архивных документов, научные труды и заметки первых ученых. Такие приборы, устройства, которые используются в разное время. Вот с начала века веерка, которая позволяла получать семена. Здесь из кочерыга капуста, которая хранилась год и потом высаживалась для получения семени. Теперь на территории федерального научного центра есть дендропарк имени Елизаветы Ушаковой, первой женщины-академика Восхнил. И мемориальная доска инициатору и организатору строительства главного корпуса института, академику Восхнил Павлу Федоровичу Соколу. Сейчас это единственный центр по овощеводству Российской Федерации. И у нас стоит задача, которую поставил президент Владимир Владимирович Путин. Обеспечить до 75% семенами овощных культур отечественных сортов и распространить их на всю Россию. И таких амбициозных планов за всю вековую историю федерального центра было немало. Небольшая станция выросла за эти годы до крупнейшего научного центра страны, который успешно решает поставленные президентом задачи. И пусть не теми темпами, как мы бы хотели, обновляется приборная база. Есть много сложностей, но у института однозначно есть будущий. Я поздравить хочу весь коллектив ветеранов, партнеров. Этот стол президиума о многом говорит. К вам приехали все, кто имеет отношение к науке вообще и к хозяйственной науке. И это, мне кажется, лучший подарок, потому что самое дорогое, что есть в жизни, это роскошь человеческого общения. И когда вас приезжают поздравлять, это значит его оценят, любят и помнят. Первый вековой юбилей позади, а впереди новые открытия сорта и гибриды вкусных, красивых, а главное полезных овощных культур. Алексей, как вам удалось на одной площадке собрать такое количество интересных людей, гостей? Но я так понимаю, что это, конечно же, далеко не все те, кто должен был и хотел приехать. Да, был действительно серьезный пул гостей, которые им удалось приехать в наш Роденцовский городской округ, к нам в Федеральный центр овощеводства. Это, конечно, и министр науки и высшего образования, который почтил своим приездом в наше учреждение, и президент Российской академии наук, и вице-президент Российской академии наук. Много академиков Российской академии наук, руководителей научных учреждений по всей Российской Федерации. К сожалению, многие не смогли приехать из-за пандемии, но передали свои теплые поздравления для всего центра. Работа, как я уже сказал, шла давно, поэтому мы готовились и удалось пригласить такое количество гостей. В том числе присутствовали и ваши филиалы. Они не только приехали лично, они еще и привезли свою продукцию, рассказывали гостям, каких им успехов удалось достичь. Да, мы распланировали как раз приглашение наших филиалов. Наши филиалы расположены практически по всей территории Российской Федерации. И мы хотели показать в одном учреждении вот такой широкий потенциал возможностей селекционных станций нашего учреждения. Но все-таки все это проходило в рамках научной конференции. Каков результат? Результат замечательный. Достигли хороших результатов в плане общения. У нас прошли, помимо самой конференции, где были заслушаны интересные доклады, у нас прошли методические комиссии по группам культур. Исторически сложилось, что в 70-х годах мы проводим такие заседания методических комиссий, где собираются специалисты по селекции определенных групп культур. И выносят свои решения. И вот как раз по большинству групп культур прошли методические комиссии, что в принципе будет как минимум на два года вперед определять дальнейшую селекцию по группам культур в нашей стране. Как министру, как оценила работу Федерального научного центра президент Российской Академии наук? Потому что они, мне кажется, побывали практически везде. Удалось их показать даже в самые отдаленные уголки Федерального центра, потому что он очень большой. Да, у нас была большая программа. Мы начали с самого утра, с половины девятого. Начали мы с нашего тепличного комплекса. Удалось показать наши селекционные достижения, которые на данный момент есть в связи с тем, что заканчивается сезон. Но еще что-то есть, что показать. И показать было действительно что. Особенно обратили внимание наши гости на наши перцы, на томаты. Это было просто... Для них это была сказка. Мне кажется, они были впечатлены. Дальше мы продемонстрировали наше производство. Мы побывали в цехе по доработке семян. Показали технологический процесс. Как раз дорабатываются семяки, как они фасуются. Вот дальше у нас произошла такая знаковая поездка уже в само здание учреждения, где мы посетили наш обновленный музей. И, конечно же, мы посетили новую лабораторию, которая была открыта в рамках проекта, национального проекта «Наука», где, конечно же, и министр, и президент Российской академии наук были приятно уделены качеством работ и уровнем специалистов, которые у них работают. Но они не только были удивлены, они даже поучаствовали в процессе. Да, была задумка, чтобы наши почетные гости обязательно поучаствовали в самом процессе. Это удалось. И, мне кажется, и министру, и президенту понравилось. Ну и, безусловно, конечно же, всех восхитило то, что очень много молодых ученых, которые работают в центре. И это не может не радовать. Вы активно подбираете кадры и, безусловно, готовите хорошую смену. Потому что сто лет, безусловно, это фундамент, это история, это традиции, это знания. Но время идет вперед, а значит, должны приходить молодые кадры. Да, в нашем учреждении исторически сложилось, что мы заботимся о молодом поколении. У нас исторически так сложилось, что у нас приезжают на производственную практику из различных регионов Российской Федерации и в целом нашей страны студенты, практиканты. И мы выстраиваем программу так, чтобы им понравилось. И на следующий год они приехали к нам поступать в аспирантуру, либо в магистратуру с дружественными нами учреждениями. Но продолжали работать у нас. И ежегодно 2-3 тех студента-практиканта, которые проходили практику, обязательно к нам приезжают, поступают и работают у нас. И это очень важно. Гости, как вы уже сказали, посетили обновленный музей. Теперь это достаточно большое помещение. Отведено под музей. Планируется ли проводить экскурсии просто для жителей, возможно, для школьников? Есть такая работа, ведется? Да, мы всегда взаимодействовали хорошо с нашими школами Одинцовского городского округа, даже с детскими садами. Проводили экскурсии в музей. И, конечно же, мы эту практику сохраним. И я скажу больше, в этот понедельник у нас уже были первые посетители из нашей Дубковской школы «Дружба». Были первые посетители во главе с директором. Они поздравить пришли наш коллектив. У нас было заседание ученого совета, такое сразу после мероприятия. Они пошли поздравить. И после поздравления мы их проводили в музей, продемонстрировали наши интересные экспонаты в нашем музее. Ну, они действительно интересные. Особенно то, что, вот, касается, 100 лет назад, то, чем обрабатывала земля. Глядя на эти орудия труда, ну, прям диву даешься. Вы не поверите, но экспонаты мы в большей мере собрали как раз в наших селекционных лабораториях. Конечно, мы попросили и наши филиалы подключиться. Что-то было и из наших филиалов, из регионов. Но в большей мере это все-таки таки доставали из загашников наших селекционеров нашего учреждения. Ну, вот как раз таки все эти предметы, они свидетельствуют о том, что еще 100 лет назад ничего на этом месте практически не было. И буквально вот с небольшой Грибовской станции, вот прошло 100 лет, и это огромный, крупнейший в стране федеральный научный центр получился. Безусловно, благодаря труду руководителей этого центра, которые внесли огромный вклад в становление, в развитие, и то, что в годы перестройки, безусловно, не было утеряно. И удалось сохранить. Да, это действительно была проведена большая работа. И, конечно же, когда-то все это начинается с нуля, но постепенно, постепенно, когда коллектив заряжен на правильную задачу, коллектив приходит к результату. И, конечно же, вы правильно отметили, что здесь немаловажна роль руководителя. Нам повезло, у нас были замечательные руководители и в Грибовской станции, и в Всероссийском научно-техническом институте селекционеров уставочных культур. Так что мы двигаемся в правильном направлении. К юбилею открыли Дендропарк. Да. Открыли Арку. Мы, действительно, я сказал, мы готовились к Дендропарку. Это вообще отдельная история. Это у нас была такая небольшая территория напротив института, которая, ну, в какой-то момент просто на нее не обращали внимания. Но три с половиной года назад коллектив ко мне обратился с идеей о том, чтобы начать заниматься этой территорией. Мы начали с субботниками выходить в коллектив, сначала небольшими группами активистов, а затем уже в целом всего учреждения сотрудники выходили и расчищали эту территорию. Нам удалось ее расчистить за три года. Мы ее облагородили. И теперь это, по задумке, теперь это не только выставка достижения нашего центра, это теперь и выставка достижения селекционной науки отечественной. И как раз в рамках юбилейных мероприятий мы открыли и арку входа в Дендропарк и назвали его в честь выдающегося нашего руководителя и первой женщины-академика Восхнил, Елизаветы Ивановны Ушаковой. И как раз в самом Дендропарке мы продемонстрировали наши селекционные достижения нашего центра, продемонстрировали достижения. Мы приглашали коллеги из Российского института механизации, они представили свою технику. И мы заложили первые деревья в сад из института садоводства и питомниководства. И это как раз делали наши почетные гости. Они собственноручно посадили эти деревья. Алексей, сто лет позади, что впереди? Какие планы? Впереди планы грандиозные. Поскольку мы государственное учреждение, государство нам поставило крайне серьезную задачу. Это решение доктрины продовольственной безопасности, обеспечения нашего населения качественными овощными продуктами и семенами. Эта задача стоит перед коллективом и мы будем двигаться по ее решению. Как сказал на научной конференции министр науки и высшего образования, вам это по силам. На вас возлагают большие надежды. Если министр так сказал, я с ним не буду спорить. Будем работать. Будем оправдывать. Да. Ну и конечно же хотелось в завершении нашей программы, чтобы ты несколько слов сказал о своей команде, о своем коллективе, без которых, конечно же, ничего бы не получилось и не состоялось. Федеральный центр овощеводства – это в целом коллектив единомышленников. Они все понимают, какие глобальные задачи у них стоят. И каждый на своем участке идет к решению этой задачи. Конечно, есть сложности, конечно, есть и случаются неурядицы, но все они нивелируются тем потенциалом и той дееспособностью, которая есть у наших сотрудников. Поэтому я с уверенностью смотрю в будущее, с уверенностью смотрю на сотрудников, с которыми мы работаем плечо в плечу. И уверен, что те задачи, которые ставит перед нами правительство и наша страна, мы обязательно реализуем и осуществим. А мы еще раз поздравляем вас с юбилеем. Спасибо за интервью. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.